Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 11 января, страшный вечер, в этот день почитают память 14 тысяч убиенных младенцев, о чем распорядился царь Ирод, Правящий Вифлеемом, для того, чтобы обнаружить и умертвить Младенца Иисуса Христа. Он побоялся предсказаний волхвов И подумал, что этот младенец отберет у него царство земное, Хотя они имели совершенно иное царство, Христово, Которое нет, мира сего. Не зная точную дату рождения Христа, Ирод повелел своим воинам Уничтожить всех детей от двух лет и младше. Совершенное злодеяние много веков тому назад Оставило свой след пространстве, который откладывает свой отпечаток на этот день. Народом недаром было замечено, что в этот день особенно опасна Самая разнообразная нечистая сила. И что самое главное, в качестве объекта для нападения Она выбирает маленьких детей, как самых незащищенных членов семьи. Для того, чтобы защититься от нее, во дворах разводили косты, Чтобы вместе с полениями сгорели назолы, То есть грусть, тоска, печаль, переполохи и боли. В доме рекомендовалось зажечь свечу и обойти с ней помещение. Особенно прожечь углы, в которых скапливается плохая энергия. Младенцам клали в колыбель сушеный цветок чертополоха, Чтобы отпугнуть нечисть. В качестве оберега можно было использовать острые железные предметы, Например, серб. Их клали под люльку на ночь. Считалось, что нечистая сила боится острых предметов, О которых она может порезаться. Начинался период самых сильных морозов. Крестьяне отдыхали и ожидали оттепель. В темное время старались не выходить на улицу, А вечером гадали и рассказывали друг другу байки и страшные истории. Считалось, что гадания на свадьбу и свое будущее сегодня самые верные. Например, оставляли в сарае подвешенным гребень, А утром смотрели, какого цвета волосы на нем остались. Считали, что этот цвет волос жениха. Приметы. Если сегодня метет метель, июль будет пасмурным. Если тепло, то и весна тоже будет теплой. Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, это к сильным морозам. Если падает с неба снег крупными хлопьями, это к оттепель. Если окна запотели, вскоре потеплеет. Низкие облака предвещают очень суровые холода. Сегодняшнюю тему я решил посвятить процессу стройности. Или нормализации массы тела. В этой передаче я хочу рассказать не только о тех продуктах, с помощью которых можно обрести стройность, но и также о подводных камнях, которые подстерегают человека, желающего сбросить лишнюю массу тела и стать стройным. Но первое, очень важно это понимать, что ты хочешь. Если мы говорим о похудании, то само это слово плохое. От слова худо. И в итоге у нас ничего не получается хорошего со стройностью. Мы не стройнеем, а так просто-напросто мучаемся, дергаем себя, сидим на различных диетах. И в итоге ничего не получается. Более того, мы после них расстраиваемся и еще больше полнеем. Так вот, на передаче Малаха Плюс я встречался с десятками людей, желавшими стать стройнее. Часть из них потерпели неудачу, несмотря на многочисленные попытки, и разочаровались. Это примерно 8, а то 9 человек из 10. И только час из них. 1-2 человека из 10 успешно реализовали программу нормализации массы тела И наслаждаются новыми ощущениями от стройного тела и иными составляющими полноты жизни, связанной с новым стройным телом. Естественно, встает закономерный вопрос, с чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить, главное, сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Да, попытки есть успешные, человек сбрасывает 10, 20, 30, 40 килограмм и более веса за полгода, за год, за три года. А потом все это как-то незаметно возвращается. В чем же здесь ошибка? То есть, встает закономерный вопрос, с чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Очень интересный вопрос. А секрет заключается в том, что упор делается не на основной процессе стройности, а на второстепенное. Именно это и приводит нас к ошибкам. Основной, оказывается, это работа с сознанием, которое у полного человека ущербно. Или располневшего человека ущербно. Оно вышло из-под контроля. Опирается на неправильные жизненные ориентиры. Неправильно настроено и прочее, прочее, прочее. Например, не получая нужных положительных впечатлений, от общения, самореализации, интимных отношений и иного, человек подменяет их наслаждениями от еды. А раз он получает их наслаждениями от еды, естественно, незаметна или заметна масса тела его возрастает. А вместе с ней и будущие болезни, такие как сахарный диабет, проблемы с суставами, желудочно-кишечные заболевания и прочее.